Это вызовы времени в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! Наша армия будет заблаговременно готовиться к защите страны. Об этом президент заявил во время рабочего визита в Брестскую область. Никаких агрессивных планов Беларусь не строит, но помнит мудрые слова – хочешь мира – готовься к войне. Укрепрайоны автономно берегут жизни людей и не дадут легко и просто продвинуться потенциальному врагу. Американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Вот это вооружение Владимира Александровича Зеленского и его армии оснащения ракетами дальнего радиуса действия, ну пусть даже 300 километров. Вы представляете, на глубину 300 километров ракеты мощные будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, что президент России и военные будут на это спокойно смотреть? Просто вот это нагнетание, эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на асфальт. А еще одна такая атака на глубину, и будет ответ колоссальный. В противном случае, зачем это оружие? Поэтому вот они все время, американцы, европейцев толкают в эту сторону и сами начинают активизироваться для того, чтобы подтолкнуть военных России к применению крайнего оружия. Вот в чем опасность. Опять глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну. А то, что они там танки эти выгружают, ну где-то же надо их выгружать. Пусть выгружают, только литовцы же должны понимать, что они от этого ничего не получат. Они их просто используют. Мы это все видим и спокойно готовимся для того, чтобы работать против этих танков. Но опять же, это же леопарды не новейшего образца, да и не для нашей территории они созданы. Поэтому, наверное, американцы это понимают и не очень сюда тащат эти леопарды так, как хочет Зеленский. Но пообещали же, я же вам рассказал. Пообещали, поэтому хоть столье, но отдают. Действия белорусских военных сосредоточены на защите, но в то же время они должны уметь и атаковать. Кроме того, страна учтет имеющийся после 2020-го опыт, в том числе в период проведения единого дня голосования. Он, напомним, пройдет 25 февраля. Белорусам предстоит избрать депутатов всех уровней и сформировать состав Совета Республики. От результатов электоральной кампании во многом зависит дальнейшая судьба государства. Кампания ближайшая электоральная, конечно, не президентская, но она новая и в НС, и единый день голосования. Поэтому вопрос. Страны Запада будут как-то пытаться вмешиваться в наши выборы, какую-то бучу организовывать? Есть ли вероятность того, что что-то в какой-то степени повторится из событий 2020-го? Не повторится. Это невозможно. И я, и всего я, и губернаторы, и другие, мы уже не пацаны. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020-м году это произошло? Ну, я думаю, ну, фонды эти, ну, эти, ну, демократия, ну, там, Запад этот, опять под санкции попадем. Ну, ладно, сделаем демократично. И что? Нам спасибо сказали? Нам спасибо не сказали. А потом вместе с россиянами в одну лодку бандиты со агрессорами и все загрузили. Потому что давно было определено. Теперь мы с ними игры на поле демократии затевать не будем. Мы будем исключительно подходить своих позиций. Потому что мы и увидели, что это за демократы. Слушайте, в Америке выборы чем закончились? Бедного-то Трампа гоняют, как собаку по Америке с одного суда в другой уже там готовы посадить на 400 лет. Ему то и жить осталось 20-25 лет, а и он и 400 лет хотят посадить. Ну, вот вам демократия. Поэтому мы уже этого наелись. Мы люди опытные, обучаемся как следует. Поэтому пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь. Мы этого не позволим. В том числе и потому, что есть вы. И за вас я несу персональную ответственность. Это самая большая нагрузка. Для меня это вы. Ну, я имею в виду те сторонники, которые сделали ставку на президента. В том числе и силовики. Я за вас отвечаю. Вы мои дети. Поэтому я и все мы вот никому не позволим страну раскачать. Это наша страна. Те, кто раскачивают, знают, к чему это приведет. А тут кричали, когда у нас 40 тысяч по максимуму в Минске собрались, из Бреста подъехали. Там тысяч 10 на пике собрались. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. И в интернете все это раскручивали. Около миллиона человек. Марш миллионов. Я, конечно, не злопамятный человек, но думаю, ну, теперь вы попробуйте. Телеканал «Бобруйск-360» продолжает историю об участниках акции «Шашлычок». Речь, в частности, о том, как правоохранители вычислили всех и каждого. Казалось бы, как? Ведь главным атрибутом на фотоотчетах в экстремистских пабликах была именно маска. Этакая гарантия анонимности и безопасности. На деле же все очень просто. Друг друга выдали не глаза, а недавние товарищи. В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами был установлен ряд лиц, которые принимали участие в так называемой акции «Шашлычок». Исходя из сложившейся практики и оперативной этики, формы метода работы не слишируются и очень редко освещаются в средствах массовой информации. Однако данные лица вышли за рамки человеческого облика и восприятия. Многие из них выехали за рубеж и осуществляют деятельность, направленную на дестабилизацию общественной обстановки Республики Беларусь. Поэтому мы имеем полное моральное право сообщить о том, что практически все участники акции «Шашлычок» дали добровольное согласие оказывать содействие правоохранительным органам и предоставляли сведения в отношении своих, в кавычках, товарищей без каких-либо зазрений совести. Например, Евгений Габрилян поклялся любви к Родине и дал добровольное согласие на содействие в выявлении преступлений и правонарушения на территории города Бабруска. Он не только рассказал обо всех участниках, которые принимали участие в акции «Шашлычок», но изложил это все собственноручно, на бумаге, рука не дробовала. И такие подписки об оказании содействия правоохранительным органам написали практически все участники мероприятия «Шашлычок». Это и многодетная мать Ирина Сурыгина, которая, кстати, получила льготную квартиру от государства, и водитель такси Юлия Загришева, и девушка, которая постоянно находится в поиске лучшей жизни Екатерина Бородаева. Пока страх не разлучит, отдельного внимания заслуживает влюбленная пара в лице Елены Стригуновой, которая сейчас живет в Польше и работает обычным продавцом, и Андрея Синицы, героя наших прошлых сюжетов. Как оказалось, перед лицом закона и влюбленные равны. Видать, поэтому, когда Елена почувствовала опасность, долго ждать не стала. Сдала суженого с потрохами. Андрей Синица, в свою очередь, в долгу не остался. В отместку поделился со всем миром откровенными фотоподруги. Любовь зла, что тут еще скажешь. Хотя тема предательства давно актуальна у беглых, взаимное обвинение в воровстве, пропаже денег, тайные счета. Рыба, как известно, гниет с головы. А ведь в массы доносилась информация о том, что оппозиция не бросает своих, ставит интересы сторонников выше собственной безопасности, гарантирует безнаказанность и анонимность. И уж тем более не оставляет людей ради заграничных плюшек. Однако обещания рассеялись, как туман. Оказавшись в сложной ситуации, беглые проявляют свою истинную сущность и передают своих родных и близких, и, что немаловажно, свою родину. Правоохранители продолжают выявлять участников деструктивных сообществ. Работа идет по всей стране и не прекращается ни на минуту. Виновные понесут заслуженное наказание. Мишкекский саммит лидеров СНГ стал возможностью обсудить самые злободневные вопросы, которые сегодня волнуют мир и содружество. На встрече с главами государств Александр Лукашенко призывал коллег не прятать голову в песок, а вместе разбираться со спорными моментами и преодолевать разногласия. Пришло время серьезной консолидации стран-организации. Нынешние вызовы встряхнули содружество, но ситуация стремительно меняется. Видим, что происходит на Ближнем Востоке. Я хочу просто обратить ваше внимание на появивший новый тренд. Вот БРИКС, вот ШОС и так далее. Безусловно, это организации, возможно, и будущего организации. Но видите, что определенное торможение там присутствует. Все-таки уровень интеграции между Евразес и СНГ даже, уровень интеграции у нас выше. Ну, хорошо, ШОС. А если бы мы были в ШОС и БРИКС, если мы там будем, как единая организация, а что, наши позиции бы ослабили? Нет. И я уверен, что тут и России надо активнее себя вести, не глядя, тут на то, как там американцы или Запад себя ведут, или куда они смотрят. Россия должна быть, ну, таким образующим, системообразующим нашего объединения СНГ. И в БРИКС и ШОС мы должны стремиться к тому, что мы там будем как единая организация, более продвинутая интеграционная, политическая, экономическая и так далее. Поэтому, глядя на ШОС и на БРИКС, дай Богу, БРИКС мы будем членами этой организации. Надо укреплять свое, надо развивать свое. Общая нацеленность позволяет нам последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, многопланового сотрудничества, несмотря на новые беспрецедентные вызовы. По большому счету, ведь именно они заставили нас встряхнуться, по-новому посмотреть на ситуацию, найти решения, которые были на поверхности. Сегодняшние результаты говорят сами за себя. И должен сказать, что ситуация катастрофически быстро, меняется быстрыми темпами. Шалкат Миробонович, вам об этом говорили около часа только что. Очень меняется, и появляются все новые и новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. И они уже не только нас встряхивают, они уже встряхивают весь мир. Дай Богу остановиться, чтобы в Третьей мировой войне не подойти. Сейчас важно сконцентрироваться на созидании. В экономике у стран Содружества ниспотря ни на что складывается все неплохо. Но усилить сотрудничество по всем направлениям это и есть сплотиться перед лицом угроз. Все эти примеры на деле показывают. Позиция Минска, которая в любой острой ситуации занимает сторону мира, самая правильная и дальновидная. Редактор субтитров А.Семкин